Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зер Абрахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Если бы вы узнали, что скоро умрете, то что бы вы почувствовали? Для многих людей это наихудшая новость из всех, что они могут слышать. Их охватывает паника, они плачут, боятся, они не знают, что будет с ними после того, как они умрут. Некоторые думают, надеясь, что после смерти все закончится, а дальше небытие. Некоторые надеются на какую-то утопию, другие боятся вечного наказания. А что Павел? Что ж, Павел знал истину. Он знал, что благодаря Божьей благодати, благодаря делу Мессии на кресте, он понимал, что единственный способ избежать вечного наказания... И люди часто спрашивают меня, Барух, вы верите в буквальный ад? Да, верю. Многие люди говорят, но ад — это просто вечное отделение от Бога. Так оно и есть. Это правда. Но ад — и нечто большее. Не только лишь эмоциональная боль. я сожалею, что не принял Мессию. Но ад — это и тьма, и мука, и огонь. Это вечное осуждение и вечное мучение. И единственный способ, единственный путь избежать этого — верить в Мессию Яшуа. Как я сказал несколько недель назад, люди, когда им говоришь о Евангелии так, говорят, что ты религиозный или духовный фанатик. Не имеет значения, что говорят о вас другие люди. Понимаете, мы несколько недель назад говорили из книги Даниила, что имя Даниил означает «Бог мой судья». И знаете, что важно для меня? Что Бог скажет обо мне, а не то, что скажут другие люди. В чем разница? Бог мой судья, а не они. Мне все равно, какие термины используют в отношении меня. Знаете, люди свободны говорить то, что хотят о вас, обо мне, о других. Ничего особенного, у них есть это право. Не беспокойтесь об этом и не позвольте смущать вас такими комментариями, когда говорят, что вы фанатик. Вот что происходит сегодня, если вы станете за библейскую истину и скажете «Я считаю браком только союз между мужчиной и женщиной». А так называемые однополые браки – гомосексуализм и лесбиянство – мерзость перед Богом. Бог это ненавидит. Это для Него великая мерзость. Грех. Я видел людей, религиозных лидеров, учителей Библии, которые говорили «Знаете, если вы понимаете Библию, то вышеперечисленное – не лучший выбор». Нет, это не плохой выбор. Это мерзость. Тогда они хотят уйти от этой темы, говоря «Бог любит всех людей, и вот что я знаю. Бог учит меня любит всех». Очевидно, так оно и есть. Мы не ненавидим человека по причине его греха. Мы ненавидим грех. Любя людей, мы хотим говорить им истину. Если есть нечто лучшее, если есть то, что угождает Богу, а не навлекает его суть, то нам, исходя из любви, надо говорить это людям, не так ли? Так что люди могут называть нас расистами, гомофобами или еще как. У них есть право называть нас так. Но что с того? Нам необходимо быть людьми, которые говорят истину. И знаете что? Когда вы говорите истину, не свою истину, а библейскую, не совершите глупость, как Понтий Пилат, сказав, что есть истина, или что становится все популярнее сегодня, но это тоже мерзость, когда люди говорят, «У тебя своя истина, а у меня своя». Нет. Истина, она истина для всех. Люди могут отвергать ее, но она остается истиной. Не так, что это истина для какой-то культуры, расы, этнической группы или же региона. Думать так нелепо. Истина, она для всего мира, потому что настоящая истина от Бога. Мы сейчас рассматриваем местописание, где Павел говорит о смерти, и у него есть истина, которой он хочет поделиться. Он не боится смерти, но она, как я сказал в конце прошлого занятия, для него выгода. Она для него выгода, приобретение. Значит ли это, что я хочу пойти и умереть, совершить самоубийство? Конечно нет. Это глупость. И Павел не намерен делать этого. Он просто говорит, «Я хочу, чтобы вы знали, смерть для верующего — не нечто плохое». Это будет трансформация, переход к невероятно великой радости, удовольствию, счастью. То, кто мы есть, как мы все видим, трансформируется, когда мы пойдем и окажемся в присутствии Бога. Это чудесно. Но что Павел говорит об этом? Это намного лучше. Но заметьте, что сказано в 24 стихе. Послание к филиппийцам, 1 глава 24 стихе. В этом месте сказано, «А оставаться во плоти, в этом теле, нужнее для вас». Так что Павел не намерен закончить свою жизнь? Но он говорит, «Я понимаю». Он говорит, «Бог сказал мне, что мне еще не время умереть, но что я останусь в этой плоти, в этом теле». И он говорит, «Это нужнее. Это необходимо для вас». Что подтверждает Павел? Он еще раз подтверждает свою верность служению. Позвольте мне задать вам вопрос. У вас есть посвящение служению? Если нет, тогда вы растрачиваете свою жизнь попусту. Хочу вам это четко сказать. Если вы не посвящены служению Богу, не исполняете Его волю, не практикуете Его истину, не храните Его Слово, тогда вы растрачиваете свою жизнь попусту. И так трагично, что многие люди прожили свою жизнь бессмысленно. Их жизнь не имеет вечного значения. Они не сделали ничего, что повлияло на них самих или на других ради Царства Божьего. Когда я говорю о вечности, то говорю о вечном Царстве Божьем. Вместо того, чтобы испытывать то, о чем говорит Павел, как о великой радости, о великом приобретении, что такие люди будут переживать? Мы об этом говорили ранее. Они будут испытывать вечное служение и мучение. Бог есть Бог крайностей. Он любит и ненавидит. Он благословляет и проклинает. Он дает жизнь и дает смерть. Эти крайности. Потому что таков Бог Библии, и мы это видим. И Павел, обратите внимание, он уверен в чем-то. Он говорит, снова посмотрите 24 стих, «А оставаться во плоти нужнее для вас». 25 стих. «И я верно знаю, — говорит он, — я убежден, что останусь и пребуду со всеми вами». И почему он это делает? Какой будет результат? Какова его цель? Что ж, продолжим читать. Вторая часть 25 стиха. Он говорит, «Для успеха вашей прогрессии...» Это то же самое слово, о котором он говорил некоторое время назад в предыдущем послании. Оно означает продвижение, прогрессию Евангелия. Что это значит? Что Евангелие будет продвигаться. Оно коснется большего числа людей. И он использует это и для того, чтобы сказать, и в контексте духовной зрелости. Павел, Павел пишет этой общине и говорит, что он не умрет, что Бог подтвердил ему. Он уверен, что еще не умрет, но продолжит служение. И цель этого, обратите внимание на сказанное, «И пребуду со всеми вами для вашего успеха, прогрессии и радости в вере». Здесь открыта очень важная библейская истина. Когда Евангелие действует в вашей жизни, я говорю не только о плане спасения. Я говорю о Божьей благодати. Есть неразрывная связь между благодатью и Евангелием. Слово «Евангелие» попросту означает «благая весть». Это благая весть об искуплении. Искупление, которое ведет к опыту царства. И среди этого Евангелия, что обеспечивает благую весть, благодать Божья, и ее предоставил и предлагает нам Мессия Иешуа. Но я хочу, чтобы вы увидели, что акцент здесь, на что здесь ссылается Павел, это благодать. Благодать, которая начинается с принятия Евангелия, продолжается, движется и имеет дополнительную цель, не только лишь спасение, но также освящение. И Павел говорит, в то время, как вы продвигаетесь в этом... Снова посмотрите текст. В то время, как вы продвигаетесь в этом для успеха, прогрессии и также радости в вере. Вот это слово «Хара» — это чудесное, величественное библейское слово «радость». Потому что радость — это то, что вы реально ищете. Возможно, вы не осознаете этого. Возможно, вы об этом не осведомлены. Но вот что вам сущностно. Внутренне необходимо — это радость. А люди, они обмануты ложными обещаниями. Они слушают ни обетования Божьи, ни о благословениях Божьих. Они слушают ложь. И всякий раз, когда мы говорим о лжи, что должно приходить нам на ум? Отец лжи. Хасатан, Сатана. Его еще называют дьявол. Почему? Его имя происходит от слова «дьявольский». Он устраивает свои дьявольские планы, чтобы обманывать. И чего он хочет? Он хочет, чтобы люди страдали. Страдали от чего? Что ж, слово «хасатан», «сатана» означает «противление». Он противник. И он хочет, чтобы вам было плохо, чтобы у вас были боль, печаль, разочарование и все подобное. А что есть для вас у Бога? У Него есть радость. Люди в попытках получить радость прибегают к алкоголю, наркотикам, ведут образ жизни, который, как они думают, даст им удовлетворение. Они стремятся к обладанию имуществом, славой. Что бы это ни было, они хотят известности, достижений. Но все это оставляет человека пустым. Радость приходит только, об этом мы и говорим. Она приходит с успехом, с прогрессией Евангелия. А что это значит? «Не просто я принимаю Евангелие. Я исповедую мои грехи, признаю их и верю в Мессию Иешуа. Я верю в то, что Его смерть на древе, Его пролитая кровь есть плата оправдания моих грехов, так что я могу иметь вечные взаимоотношения с Богом». Да, это основополагающая часть Евангелия. Но Евангелие есть нечто больше, чем это. Это благая весть о царстве, о том, что и я, и Павел, мы пойдем туда, это мы увидим в послании филиппийцам. Он начнет говорить о жительстве, гражданстве. Весьма уникальное слово. Мы встретимся с ним через несколько недель. Он будет говорить о гражданстве царства Божьего и о том, какая радость приходит, когда мы живем как добрые граждане этого царства. Не в царстве речь, не в царстве. Речь будет не об этом. Когда мы будем в царстве, у нас будет это новое, прославленное тело, которое сможет совершать только дела царства. Я не говорю об этом, а о том, что сейчас мы должны жить по истине царства. И когда мы будем это делать, всякий раз, когда мы будем в нашей жизни прилипляться к истине царства и вести себя согласно характеру царства, какой будет результат. Об этом мы и говорим. Будет прогрессия радости. Прогрессия Евангелия ведет к прогрессии радости. Больше радости, которая происходит от чего? От веры. Опять-таки, вера, когда мы слышим это слово, сразу думаем о глаголе верить. Но поймите, что с точки зрения Библии есть связь между верой и послушанием. Так что мы можем сказать? Я спасен верой. Это так. Можем ли мы заменить слово вера на послушание? Послушанием я спасен. Нет, не можем. Мы спасены верой, а не послушанием. Но вера, библейская спасительная вера, ведет к результату, к послушанию. И когда мы развиваемся в вере, когда ходим в послушании, тогда будет результат. Проявится конкретный результат, и это то, что мы видим здесь, радость. Теперь посмотрите 26 стих. «Дабы». Во многих Библиях сказано «радость», но здесь похвала. «Похвала». Когда мы хвалимся собой, это нехорошо. Но когда хвалимся Богом, это радость, прославление. Но буквально слово «похвала». «Дабы похвала ваша умножилась». Где? В Павле? Нет. В Мессии Иешуа через меня. Что это значит? Павел говорит, что цель его служения, чтобы люди могли хвалиться в Мессии. Он предает читателю мысль о том, что цель его жизни влиять на других, чтобы они превозносили, благодарили Мессию, воздавали ему хвалу и радовались в нем. Вот поэтому он пишет и готов оставаться в темнице, потому что хочет, чтобы другие хвалились в Мессии. Такова его цель. «Через меня при моем вторичном к вам пришествии». Что он имеет в виду здесь? Он не какая-то звезда. Он не говорит «О, вы будете хвалиться тем, что я пришел к вам». Такого он не говорит. Но говорит следующее. «Друзья, вы будете хвалиться в Мессии, потому что он избавитель, а я проявление. Я пример этого». Так что Павел не делает акцент на то, что он придет, и его приход вызовет всю эту радость. Нет. Павел говорит вот что. «Я приду к вам, и по причине того факта, что Бог верен, потому что Мессия тот, кто освободил меня. Он дал мне свободу продолжить его служение, продолжить вкладывать в эту общину. Вы будете хвалиться в Мессии». Вот что он говорит в этом месте Писания. Теперь посмотрите 27 стих. В 27 стихе мы встретимся со словом, которое я упомянул ранее. Оно так важно. Это слово. Он говорит, посмотрите 27 стих. Начинается он со слова «монон». «Монон» — это слово, означающее «только». Так что Павел говорит о о наиважнейшем. Только чтобы, вот как мы можем это понять, достойно. И как он говорит здесь о чем-то достойном, о чем-то обладающем великой значимостью. Он хочет, чтобы мы сфокусировались именно на этом. Услышьте это. Когда мы переводим слово, трудно сделать акцент на нем, и стараясь сделать слово очитабельным для людей, мы иногда теряем значение. Итак, первое слово здесь, посмотрите 27 стих. Только. Следующее слово «достойно». Он говорит, вот что достойно, вот на чем вы должны фокусироваться. Чтобы Евангелие Мессии делало что-то. Некоторые переводят «только пусть ваш разговор будет достойным Евангелие Мессии». Вот так большинство людей переводят это место. Однако слова «разговор» тут нет. Это слово... Позвольте мне привести вам первую половину слова «политик». Что значит «политик»? Оно происходит от слова «политический». Вот откуда мы взяли это английское слово. Столь многие английские слова имеют греческое или латинское происхождение. Так что от этого слова мы получили слово «политика», а это слово говорит об управлении. Оно говорит о гражданстве. Вот что делает это слово. Он говорит о том, чтобы жить как добрый гражданин. Так что то, что Павел говорит здесь, очень легко понять, если вы посмотрите греческий текст. Он говорит, только вот что достойно, гражданство. Чтобы вы жили как граждане, как добрые граждане. Граждане чего? Мы увидим, что наше жительство, гражданство на небесах. В теле мы живем тут, но принадлежим мы Царству Божьему. Павел говорит, пусть ваше поведение... И это главное. Только чтобы ваше поведение отражало ваше гражданство. В этом цель Евангелия. В этом его суть. И он говорит, будьте такими, живите так, чтобы мне... Приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас? Слышать что? Он фокусируется на одном. Что вы стоите в одном духе, подвизаясь. Это слово означает воевать. Подвизаясь единодушно за веру евангельскую. Вот вывод из этого местописания. Он говорит, наиглавнейшая цель, вот что достойно человека, принявшего Евангелие, чтобы его образ жизни отражал гражданство Царства. Делая это, вы подвизаетесь. Вы воюете против тех, кто противится Евангелию. Это наиглавнейшая цель. А потому, мой совет вам, уделите очень пристальное внимание 27-му стиху. Это такой стих Писания, что мы могли бы посвятить ему целую программу. Он основополагающий. Вот что только достойно того, кто принял Евангелие. Чтобы он жил в этом мире, достойно гражданства Царства Божьего. И делая это, мы подвизаемся. Мы воюем за послание Евангельское. 28-й стих. И не страшитесь ни в чем противников или врагов. Вот что говорит Павел. Он говорит о том, что мы в духовной войне, и что нам надо твердо стоять за Евангелие в этом процессе. Мы читаем, что есть противники, есть враги, и он говорит, не страшитесь их ни в чем. И когда вы демонстрируете эту веру, то для них это проявление, это показывает их поражение. Когда вы ходите в уверенности, это проявляет их поражение. А у вас есть что? У вас есть непоколебимое ожидание опыта Царства. И для вас, он говорит, когда вы ведете себя так, это проявляет их поражение, погибель. А для вас, заметьте, что он говорит, а для вас спасение. Чему относится слово спасение? В победе. Это проявляет вашу победу. И победа эта, говорит он, от Бога. Потому что вам дано, и это очень важно. 29 стих. Потому что вам дано, и слово дано, содержит слово благодать. Большинство людей этого не знают, они не обращают внимания. Но если вы хорошо изучите это слово, то увидите, что вам было дано посредством благодати. Не только, чтобы вы веровали, но заметьте, что он говорит. Вам дано ради Мессии не только веровать в Него, но и страдать за Него. Вы слышали? Это нам необходимо понимать. Частью достойного образа жизни, укорененного в евангельской истине, библейском откровении, является то, чтобы вам веровать в Него. И когда вы живете в вере, вам также дано и страдать за Него. Павел — живой пример этого. И давайте я ясно скажу. Такое станет обычным делом. Вспомните, как Писание говорит о времени в конце, когда Мессия отделит овец от козлов, чтобы увидеть, кто на самом деле верующий, а кто нет. То, что ваше имя в списке членов церкви, еще не доказательство того, что вы на самом деле верующий. Вы действительно приняли Евангелие в свою жизнь? Если да, то вы будете возрастать в вере. Вы будете стоять за Евангелие. Вы будете олицетворять гражданство царства. А потому будет противление вам, у вас будут враги. Вот что говорит Писание. Если мы на самом деле знаем Бога, мы ничего не будем бояться. И наша уверенность, наша неустрашимость будет предзнаменовать их поражение и нашу победу. Потому что... Посмотрите 29 стих. Потому что вам дано по благодати. Мы можем сказать, ради Мессии, не только веровать в Него, но и страдать за Него. И он говорит, и этот конфликт, тот же конфликт, что у Павла, тот же конфликт, что есть у меня, который вы знали, и который вы услышите обо мне. Итак, он говорит, «В прошлом вы видели, как у меня были противники, которые воевали со мной. По этой причине он сейчас в цепях, в оковах, в темнице. Он говорит, «Я не боюсь, я не страшусь смерти. Я живу, как добрый гражданин царства. Я стою твердо». И он увещевает их делать то же самое. Твердо стоять за истину Божью. И в этом процессе эта уверенность проявляет поражение врага. Вероятно, для других, но вот ключевой момент, для них самих, они видят, что все их атаки против вас напрасны. Вы не принимаете их близко к сердцу. Их атак не могут нанести вам поражение. Не могут деморализовать, разочаровать вас. Но вы стоите уверенно, зная, что этот мир приходящий. Понимаете, я здесь ненадолго. Моя земная жизнь лишь пар. «А дальше я уйду и буду со своим спасителем». В конце у меня будет вечный опыт царства. Так что то, через что я прохожу здесь, не так уж и важно. Сегодня пришло, завтра ушло. Земная жизнь лишь пар. Но я сфокусирован на вечность. Моя надежда, моя радость, мое будущее — это будущее в царстве. И когда вы будете жить с таким посвящением, с такой уверенностью, с такой верой, ваша жизнь в самом деле преобразится. И вы станете восприемником знания и развлечения. Вы увидите, что ваша вера движется вперед в то, что так угодно Богу и драгоценно для Него. На этом я закончу. До встречи на следующей неделе. Пусть Бог обильно благословит вас. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа и Иисусе. В вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.